Таня, а давай вот про них фильм снимем? Ну, поднимем социальный вопрос и покажем, как народ живет. Социальную, сильную вещь. Ух ты! А что перед нами? Люди в коробке! Это же автобус. What the fuck? Фу! Пятерочкой пахнуло! Талантом. Фарту масти. Алло, Минкульт? Я ничего не имею против таких шуток, но в первой же сцене. Почему? Я сосал, меня ебали. Ты что, братан? Да нет, не беспокойся. Ты не бил, я тебя убью, сука! Обслушиваются своего оксуморода и обуться в жопы. Интересно, сколько у них было дублей, прежде чем они проржались. Или ты поймал, или тебя рабочий механизм. Мы на все смотрим в упор, не через тему призом. Если на тебе нет трусов, то я не вижу берегов. Даже за своих кидров рвать и метать готов. Готов! Киса был таков! ФАК КООООВ! Фак ООО ООООО! ФАК ООООО! Киса, не вери в свит. Он просто не БУЛШИТ. БУЛШИТ! Аааааааааааааааааааааааааааааааааааааа Why will rush us in this? Song by Radio Head JET And we have this text-e-end Что за блядь мул-щет Йоу, бро По-моему, ты забыл ещё одного «Мэна» Howdy new fellow kids Как её? Соня Соня Прикольное имя, да? Соня за Соня Ха! Послушай сюда, киса-пиписа. Возьми эту машинку, дойди до песочницы и засунь её себе в жопу! Сделай хоть один взрослый поступок! В следующей сцене герои прибывают к суровому бандиту по имени Шамиль. И под внешность такого персонажа отлично подобран актёр. От кадра буквально веет негативом. Ну, до тех пор, пока герой не открывает рот. Удивительная штука. Стадион. Есть в нём своя поэзия. Взгляд тысяч прикован в одну точку. Одно лицо. Мне кажется, гораздо интереснее российский кинематограф. Взгляд тысяч прикован в одну точку. И все понимают, что точка-то пятая. Гопник делает маникюр? Серьёзно? Чешкали в комментах беда, что просят постоянно вернуть гопник. Запомните, гопника больше нет. Смена, кстати, закончилась. Но ночь только началась! У-у-у-у! Фу-у-у-у! Фу-у-у-у-у-у-у! Я не гомофоб! Объективно это даже не мои руки! Это руки голого ануара, который при записи слева от меня сидит! Са, Бигбой! И да, если считать гопников геями, то я гомофоб. Я побаиваюсь их, они ведь и пизды дать могут! И это, конечно, можно вывести гопника из падика, но вот вывести падик из гопника, это нельзя! Шалава изменила! Это зашквар! Её нужно наказать! Ты чё буробишь, пёс? Придётся сделать исключение. Я не в теме. Бонжур, ёпта! Разрешите вас вернуть? Это, конечно, низко, но мне нужны деньги! Жумапель Харчок, бля! Тем не менее, герои приходят к пониманию, что делать плохие поступки плохо. На этом они и прощаются. Салант! Салант! Знаете, что самое смешное? Судя по всему, эта сцена украдена из фильма «Восьмая миля». Там также прощалась некогда влюблённая пара. Киса. Ксюша. Чё, серьёзно? Ксюша. Ксюша-батруша. Пошла ты! Тем временем, Вован зачем-то пошёл раповать на стадион рядом с многоэтажкой. Сам наверняка мой дом, моя клетка. Два на два метра, но я слышу шум ветра во мне дух в мепре. Я знаю терпеть, как когда достать плень. За каждый поступок я сам в ответе! Меня манили островами, городами, странными, разными здравами, старыми, мразными дамами, ресторанами, пьяными, парусами, камерами. Не знаю, всё это завалено капканами! Как можно не хотеть вставить? Ксюша. 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 Я хочу это видеть! Ксюша. 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 Чё-то совсем сегодня конфьюз. Ксюша. 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 Почему он постоянно орёт? Забился, что ли? Ксюша. 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 Го-гог-го-го-го-го-гiru Всегда гавует Гэхак Если вы спросите, как они друг друга находят А, им сердце подсказывает Гопки и клык, да? Ну вы поняли Bluetooth gettin' Да пошли вы! А потом Он выбивает дверь с ноги к президенту И говорит, слышь ты Чтоб с завтрашнего дня никакой коррупции в стране не было. И презент такой, блин, точно. И подписывает документ. Фу, это что за попрошайки там? Это пешеходы. Когда мне уже показалось, что я завязал, они снова меня туда затащили. Как вы думаете, почему Вован простил Кису? Камон, ребят, Козловский. Нет, всё потому, что Киса зачитал стих, посвящённый другу. Не знаю, бро, наши пути дороги развело, ты выбрал брод. Меня же нереально понесло, теперь я точно понял, что такое зло. Меня буквально куврыкало. Этот фильм кусочек кава. Я злюсь от этого, грубее только на сердце жрам. Ты как маяк для меня, слышь? Слышь, ты чё моросишь? Не-не-не-не. Слышь, ты ща посысь. Бля, ребят, поехали уже. Пожалуйста. А к чему тогда были эти речи? Хочешь проснуться утром, подойти к зеркалу и видеть там мудака, который ещё вчера изуродовал жизнь человека? Наркотики не уродуют жизнь людям. Да ведь, Виталя? Бля. Серьёзно? Полиция его отпускает и даже слежки не будет? Что, расстрелял школу, порезал 9 человек и пытался взорвать полицию? Ты понимаешь, что это пиздец? Теперь пиздец! Пожалуйста, не надо! Подписка о невыезде! Понял? Господи! А в перспективе день! Нет, два дня исправительных работ! Так, мусор. Не перегибай, я и уйти могу. Извините, пожалуйста. Благо, операция закончена, и главного бандита взяли с поличным. Получилась хоть и слабая, но всё же поучительная история. Что? Главного бандита почти сразу же отпустили? Буквально в следующей сцене Шамиля отпускают, и он приезжает карать. Блять, в чём идея полиции? Они отпустили одного, чтобы он сдал другого, чтобы его отпустить? Шамиля бери! Я зачем его, бля? А он, ты как вышел? Стался милен? А он, как вышел? Господи, это серьёзно? Они его тоже отпустили, потому что он сдал кого-то выше. Отпустили под подписку о невыезде. Ой, ни тебе спецопераций, ни проверок, полиция Владивостока огерительна. Но знайте, ваша тактика когда-нибудь даст осечку. Так, Гопник сдал Шамиля. Шамиль сдал самого главного бандита. Самый главный бандит сдал Гопника. Чё ж теперь делать? Фильм окружён таким очень честным, романтическим флёром. Он очень честно и искренне рассказывает о ребятах, которые живут в глубинке. Так же честно, как вы на ТВ рассказываете о фильмах. Уйти от бандитов можно через воду. Благо мы в России и ключи от рандомной лодки оставили прямо в лодке. Небось под козырьком. Тем не менее, плыть опасно. Поэтому Киса предлагает другу спрятаться, в то время как он сам отвлечёт преследователей. Стоп, а как преследователи, которые видимо подчиняются другому бандиту, как и Шамиль, узнали про тайное место, где прятался Киса от бандитов. И как об этом месте узнал Вова? Он же пытался найти друга, но не находил. Как? Как они все это место нашли? Попался! Вова кричит, брат за брата, но Киса, обманным путём, чтобы спасти друга, уплывает в одиночку. Словимся на шестом! Я Лару на угловом проканул, если чё! Вова! Эти мгновения затеряются во времени. Слёзы... 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 Вова прячется от бандитов и выживает, а его друг в шторме погибает и попадает в рай. Слёзы... Господь! Я очень много грешил, правда, но я готов всё искупить! Пожалуйста! Пусти меня в рай! Пошёл ты! Когда Данила прочитал сценарий, он сразу сказал, что он хочет выступать как продюсер этого фильма. В проекте его заинтересовал крепкий сценарий. Я намутил оригинальный сценарий бешеных псов! Обязательно почитай! Ты чё, идиот?! Для него крепким сценарием был! На районе! Да, мы все ненавидим Козловского по умолчанию. Вот за это. Сейчас! Размечтались! Знаю я ваши приёмчики! Мне нужна машина и деньги! Не забуду, не прощу! Хотя представьте себя на месте актёров этого фильма. Они даже не понимают, кого нужно играть. Да, я помню про правила bad acting и the bad directing. Тут-то ещё. Bad producing, bad screenwriting, bad understanding, вот и вышел bad comediending. Текст фильма Интересно, а в целом, как авторы оправдывают съёмки этого фильма? Кому он нужен? Ребятам, которые ещё не понимают, чем они хотят заниматься. И, может быть, этот фильм поможет им не совершать ошибок, которые совершают персонажи. Запомните! Макияж и мужики доведут от Цугундера! И да, ради пошутейки цитата в начале не полностью. Ну, отлично, я не буду смотреть фильм дождусь лучшего обзора беда комедиума по ржу. Вот это вот, как бы честно говоря, вызывает некую тревогу, что уже появляется такой жанр, когда все ждут, ну как он его обосрёт этот фильм, как он его, как он по нему пройдётся. А этого жанра не появиться не могло. Я на ютюбе с 2011-го и до моего появления в общественном сознании закрепилась мысль, что российское кино говно. Не из-за того, что были другие обзоры или стебали в КВН, и даже не из-за фильма 2008-го года, изображая жертву, которая загипнотизировала людей этой сценой. Русское кино в жопе. Просто зрители смотрели российское кино. Такие фильмы, как Ирония Судьбы 2, Скалолазка, Кот Апокалипсис, Острид Рейсер и День Дэ, Обитай Монстров, Гитлер Капу, Толпухи, Возвращение Мушкетёра, Самые лучшие фильмы от Камеди, Утомлённый Солнцем 2, Гоголя Нос, где вместо носа сбежал член. Можно я встану? Стоп, были же ещё всякие параграфы 78 и российско-американские мегапроекты с большими бюджетами. И всё это до создания моего канала. Интересно, почему люди начали думать, что российское кино говно? Может это не должно быть удивительным? Когда именно лицо российского кинематографа, самые крупные проекты оказываются говнищем, многие начинают считать говнищем вообще всё. При этом исключают из этого списка, например, некоторые работы Балабанова, Хлебникова, Быкова. И если Буслов захочет снять про гопников или Акан Сатаев про бандитов, никакой предвзятости не будет. Ну разве что по тематике. И даже к дебютанту Александру Ханту предвзятости не было. Потому что все эти перечисленные люди знают, о чём снимают. Они не живут в мире поней и единорогов. И это видно по кадру. И в то время как тебя, Данил, обливали говном под трейлером фильма про футбол, сериал про футбол от Шамирова никто не трогал. Как мне кажется, потому что все те режиссёры близки к тем самым зрителям, что плебейскими со всех точек зрения методами обсирают ваше кино. И даже если они снимают не свои проекты, а снимают по найму, все равно не будет тонны фальши и убожества. Ведь снимают они не для того, чтобы крикнуть СОРИТЕ Я РЕЖИСЁР! Мне, на самом деле, очень близок подходит Квентина Тарантино, который взял на себя, который позволил себе такую смелость и просто взял переписал историю Смешная херня, да? Снимайте на близкие и понятные вам темы. И я даже не против того, что вы прилюдно чешите своё эго, но чешите, блять, на свои деньги без поддержки государства. Меня это кино лично пленило тем, что оно очень искренне с любовью и смотрит на современное молодое поколение молодых парней и девчонок, которые живут в больших, крупных городах нашей страны. Это не лакированный, не прилизанный образ. Я... Всё, что сейчас хочется сказать, это будет только пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи, Как мне кажется, там есть душа, там есть сердце, там есть настоящие герои, там есть история основанная на реальной жизни, и там есть то, чего, с моей точки зрения, не всегда есть в Марвеллский в Болбасте. Пи-пи-пи-пи! Хотя, как комедия, на районе штука талантливая. Только вот проблема, её не заявляли, как комедию. Всего плохого. Продолжение следует...